Hi! Давным-давно в компьютерах не было встроенной звуковой карты, видеокарты и даже карты для подключения интернета. Это всё нужно было покупать отдельно. Потом стали встраивать звуковую карту, интернет-карту, а видеокарта иногда была встроена в чипсет. Сейчас большинство процессоров имеет встроенное графическое ядро. Многое менялось, но качество встроенных звуковых карт всегда было одинаковым. Это самые дешёвые схемы. На коробке может быть написано всё что угодно. Звук 7.1, аудиофильская материнская плата, меломанская, геймерская. Это всё маркетинг. Факт. Встроенная звуковая карта будет всегда самой дешёвой. Первая причина – минимизация затрат, а значит максимизация прибыли. Вторая причина – чтобы потребители, которые хотят хороший звук, покупали дорогие звуковые карты. Всё ради прибыли. Большинство встроенных звуковых карт не имеют дополнительного питания. Соответственно, они не могут раскачать высокоумные наушники и звук при записи будет очень тихим. Зачем нужна внешняя звуковая карта? Первое. Сгорело встроенное отремонтировать невозможно или слишком дорого. А звук нужен. Второе. Есть хорошая акустика, а встроенная звуковая карта не может её раскрыть. Третье. Звук при звукозаписи очень тихий и шумящий. Четвёртое. В играх и скайпе вас не слышно. Пятое. Внешние звуковые карты можно использовать как модули для микро ПК. Ардуино или Raspberry Pi. Самая дешёвая звуковая карта на Алиэкспресс это прозрачная USB флешка за 1$. Продавцы её называют CM108. Но проблема в том, что сама схема CM108 стоит дороже всей этой карты. Качество платы идеальное. Пайка божественная. Флюс отмыт. Схема как в айфоне. Сразу видно, что делали топором на коленке со всей ненавистью к покупателям. На схеме есть места для конденсаторов. Но хитрый китайец их не поставил, поэтому звук со всеми возможными шумами. Некоторые сами впаивают конденсатор. Использовать её можно только на низком звуке, иначе она скрипит и шумит. Моё мнение. Обходите эту антизвуковую карту за километр. Чёрная звуковая карта, на которой написано 7.1. Стоит от 1$. На схеме элементов на порядок больше есть кварцевый генератор и мини конденсаторы. Также может быть карта без конденсаторов, которая можно впаять самому. Но поскольку корпус закрыт, внутри может быть схема первой карты. Звук у неё такой же ужасный, как и у первой карты. Если выкрутить на максимум, она пищит, скрипит, шумит и жрёт ваши мозги. Пишет звук, она на порядок круче первой карты. Шум, конечно, есть, но он однородный, его можно убрать программой Audacity. Запись на звуковую карту 7.1. Выделяем фрагмент аудио, где есть только шум. Нажимаем эффекты, подавление шума, создать модель шума, нажимаем выделить всё или Ctrl-A, эффекты, подавление шума, ОК. Запись на звуковую карту 7.1. У данной звуковой карты есть что-то наподобие фантомного питания, поэтому звук, записанный с микрофона, чище и громче. Именно поэтому её рекомендуют покупать для китайской подделки микрофона BM800, которому нужно фантомное питание. Она, конечно, не заменит полноценное фантомное питание за 20 долларов, но всё же звук будет громче. Моё мнение, её можно брать только для записи звука с постобработкой в программе Audacity. Синяя звуковая карта CM108 стоит от 3 долларов. Это настоящая CM108, прекрасно видно схему с маркировкой. Две предыдущие карты китайской подделки этой карты. Схема идеальная по сравнению с двумя первыми. Все элементы на месте, пайка аккуратная, флюс смыт. Конечно, ведь покупатель всё видит. Пишет звук и воспроизводит на порядок круче первых двух. Достойная замена сгоревшей встроенной звуковой карте. Моё мнение. Берите сразу эту, чтобы не покупать её после первых двух. Теперь всё упирается в качество вашей аппаратуры. Если у вас звуковая карта за миллион, а микрофон петличка за 1 доллар, то дорогая звуковая карта ничего не даст. А наушники за 50 центов не раскроют даже CM108. Но если у вас много денег и вы хотите их отдать китайцам, тогда есть карта Orico за 9 долларов. Пайка нормальная, флюс не отмыт, 3 выхода, микрофон, наушники и гарнитура. Звук пишет почти так же, как и CM108, воспроизводит поярче. На Алиэкспресс есть магазин Ugreen. Много хороших отзывов о чёрной с кнопками, белой с двумя РЦА и белой с чёрным кружочком. Если вас интересует только звук, а не запись, тогда идём в CAP. Цифра аналоговые преобразователи, на английском DAC. Звуковая карта на схеме PCM2704 от 6 долларов, с минимальным количеством компонентов. И за 9 долларов, но уже с полноразмерными элементами, а не с SMD. По внешнему виду, думаю, что Гетто можно купить её как конструктор. Чтобы подключить её к ПК, нужен переходник с USB на квадратный USB. Они часто идут в комплекте с принтером или сканером. Также карта на схеме PCM2704 может быть в виде флешки за 8 долларов. Моё мнение, хорошая замена сгоревшей звуковой карты. Если есть деньги, интересный вариант. ЦАПы на схеме CM6631A стоят от 25 долларов. Для CM6631A нужна хорошая акустика. PCM2704 и CM6631A часто берут для автомобильной акустики. Также есть полноценная звуковая карта SMSL 6 поколения Sanskrit на схеме CM6631A, но стоит она 107 долларов.